Присаживайтесь, братья и сестры, мир всем вам в этот воскресный день. Слава Богу, живы! Слава Богу, здоровы! Слава Богу, на столе есть хлеб! Слава Богу, было чем заплатить за аренд! Слава Богу, что есть работа! Слава Богу, что в стране, где мы и живем, не рутся еще бомбы, снаряды! Слава Богу! Слава Богу, за то, что есть еще одна возможность собраться! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, за то, что еще есть желание Божье Слово услышать! Есть такое понятие, когда мы жили в бывшем Советском Союзе, я не знаю, как у вас, но она у меня была, трудовая книжка. Вы помните, да, что это такое? Там велся учет всего твоего трудового стажа, твоей жизни. Где ты работал, когда ты работал, кем ты работал. Потом на основании этого стажа трудового тебе начислялась что? Пенсия. И вот у каждого этот трудовой стаж был разный. Кто-то успел в этой книжке заполнить все листы. Так часто менял он место своей работы. Так часто он не мог определиться в своей профессии, кто он. Ну, естественно, это, наверное, часто сказывалось и на той пенсии, которую человек имел. К чему я говорю, братья и сестры, потому что однажды мы начали работать. Мы пришли к такому возрасту, когда мы начали работать. В духовной жизни почти точно так же. Был момент, когда мы пошли за Господом. И вот кто-то идет определенное время уже, следует за Господом. У кого-то этот момент начался буквально, как мы говорим, с прошлого воскресенья, когда молодые люди вступали в завет, как мы говорим. Божий завет. А кто-то, может, скажет, как сказала одна бабушка в церкви, Господи, я иду за Тобой уже 40 лет, и это Тебе не шуточки? Действительно, Бог, это Тебе не шуточки? Я уже 40 лет за Тобой иду, и Ты должен с этим посчитаться. Друзья, я не говорю о длительности нашего следования за Господом. Я сегодня хотел бы говорить о качестве. О качестве нашего пути за Господом. Нашего трудового стажа, так сказать. Есть разная жизнь у людей, но есть и качество жизни. Поймите, когда человек лежит на аппаратах, и лежит день, лежит год, лежит десятки уже лет, а есть такие люди, которые лежат, на аппаратах лежат подключенные, десятки, возможно, лет. Скажите, они живые? Вроде да. Руки, ноги есть, да. Ну, не умер, где-то там еще сердце шевелится, что-то за него работает. Но качество жизни, какое есть с этого человека? Никакого. То есть он ни пользы не приносит, вроде бы и вреда не приносит. Вот так есть и многие люди. Смотришь, он вроде порядочный, он вроде воспитанный. Но качества Божьей жизни нет. Есть такое понятие, как порядочный грешник. Я не убил, не украл. Одна жена. И Бог должен с этим посчитаться. Друзья, ну не так убого. Поэтому мое слово сегодня, я хочу сегодня говорить о следовании нашим Господом, пока Бог нам дал еще жизнь, и мы в ожидании пришествия Христа должны пойти назад. И вроде бы назад не совсем хочется, но нужно. Друзья, очень нужно для того, чтобы... Потому что Писание говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Вспоминай, возвращайся, проверяй и следуй для чего. Почему? Потому что мы готовимся к встрече со Христом. Это очень важно. Очень важно, какой уже путь наш за Христом. Мы сейчас посмотрим на одну историю, известная очень история, Евангелие от Луки, пятая глава. Несколько стихов мы прочтем. Этих стихов будет пять с 27 текста, пятой главы Евангелия от Луки. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин. И говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали, говорили ученикам его, зачем вы идите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же отвечал им в ответ. Сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. На Тайной Вечере Иисус Христос говорит одну фразу. Эта фраза записана в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Иисус Христос говорит своим ученикам. В 13 тексте. «Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно то». Итак, друзья. Господь Иисус Христос является не только стопроцентным Богом, но является одновременно стопроцентным человеком. Я однажды прочитал один из комментариев, где человек попробовал поднять вопрос, что Иисус Христос является всего лишь Божьим Сыном, а это значит, что Он не равен Богу, а это значит, что Он ниже Бога Отца стоит. И развернулась целая полемика, целые дебаты, целые споры. Друзья, Иисус Христос и Его божественность – это не предмет споров. Можно сколько угодно спорить, но от этого не поменяется Его статус. От этого не поменяется Его сущность. Он останется и был и будет стопроцентным Богом, и воплотившись в человеческое тело, Он является стопроцентным человеком. И на этом мы стоим, и в этом мы веруем, потому что мы говорим, что мы это читаем из Евангелия, который принес Христос на землю. Негодим пришел ко Христу и говорит, «Мы знаем, что ты тот, который пришел от Бога». Они понимали, что так, как учил Иисус, не учил ни один из них, ни до Него, ни во время, ни после, потому что Он учил, как власть имеющий. Какая цель была у Христа? Вот Он вышел на свое служение, и Он избирает себе несколько учеников. И вот из них малая часть под цифрой 12, которых Он особо приблизил к себе. Для чего? Для чего Иисус избрал себе учеников, братья и сестры? Для чего? Значит, Он хотел, чтобы, используя вот это количество людей, малое количество, 12, передать им нечто важное, чему-то научить их. А для того, чтобы чему-то научить, нужно две вещи, как минимум. Первое. Для того, чтобы кого-то чему-то научить, нужно время. Правильно, друзья? Да. И мы, когда учим наших детей, мы, когда чему-то доброму учим наших детей... Только позавчера моя жена говорит, Веня, сколько можно говорить? Вот сколько можно говорить? Вот им, ей, ему. Вот сколько можно говорить? Я говорю, пока ты живешь, ты будешь говорить. Пока ты живешь, ты будешь учить. А жизнь покажет, научилась дочь или нет. Жизнь покажет, захотел сын слушаться отца или нет. Правильно, друзья? Жизнь покажет, но наша задача, как родителей, учить. И мы что? И мы не опускаем рук, потому что у нас где-то теплится надежда, что когда-нибудь наши вот эти учения или нравоучения, или воспитание, оно даст результат. Друзья, сколько времени Иисус провел со своими учениками? Мы говорим, три с половиной года. Посмотрите, Иисус выбрал определенное время для того, чтобы день и ночь, находясь с этими людьми, научить их чему-то важному, жизненно важному, и передать настолько, чтобы они, став его учениками, они смогли дальше это понести. Для того, чтобы эти люди смогли и других научить. Вы ничего больше не вспоминаете из Писания. Вы помните, Павел, находясь в Милите, он из Ефеса призывает о пресвятеровье, говорит им то же самое. Я три года, день и ночь, со слезами каждого из вас учил. Друзья, три года Павел потратил, для того, чтобы передать им учение Иисуса Христа. Я не зря спросил о трудовом стаже. Я не зря спросил о пути, длительности пути следования за Господом. И когда вы читаете одно из посланий, автор этого послания говорит, по времени, по времени, которое вы идете уже за Христом, вы должны стать учителями. Но я должен признать, горько признать, что я не вижу этого. Почему? Или я плохо учил, или вы плохо учились. Друзья, Бог плохо не учит. Значит, проблема все-таки в том, что ученик не хочет хорошо учиться, усваивать материал. Почему? Экзамены нужно сдавать. И мы приходим сюда просто как в Божью школу. Мы приходим на уроки, на уроки просто приходим, отслушали урок с Библией, без Библии, как угодно, отслушали урок, и мы ушли. А дальше, а дальше жизнь. А дальше надо то, что мы усвоили здесь или не усвоили, сдавать, 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 сдавать экзамены каждый день. Вот там начинается жизнь. Вот там наше учение, вот там наше служение. Не здесь. Ну и для того, чтобы чему-то научить, нужно время. Я говорю своему сыну. Сын, тебе 15 лет. Ты хочешь чему-то научиться от папы. Ты хочешь держать правильно дрель в руках. Ты хочешь пользоваться тейп-мейджером. Ты хочешь пользоваться пилом. И ты хочешь тулсом всяким пользоваться. Ты хочешь, чтобы я тебя чему-то научил в жизни. Не будь в соседней комнате. Где должен сын находиться, друзья? Где? Рядом со мной. Для того, чтобы я его чему-то научил, ему что-то передал, он должен быть рядом со мной. Не за километр, не за два, ни в другом доме, ни на улице. Он должен видеть, что делает папа. Он должен смотреть. Он должен учиться. Потому что придет день, когда нужно будет ему это все в личной жизни воспроизвести. Если он не был с отцом, если он не впитывал все то, что делает отец, если он не слышал, что говорит отец, друзья, его ожидают проблемы в жизни. Он набьет много шишек. Зачем? Зачем, когда можно было бы все это избежать? Поэтому первое, когда чему-то хотят научить люди, кого-то, чему-то доброму, нужно время. Нельзя Божью науку рассказать человеку за пять минут. Его нужно учить. Вот почему Иисус, уходя с земли, будет говорить. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Дальше что, братья и сестры? Уча их, продолжая это делать на протяжении их жизни, напоминать то, что они как будто знают. Второй момент. Первое, это нужно время. Второй момент. Нужно, чтобы было желание у того, кого учат. Потому что, если сердце не лежит... Мой отец отработал всю свою жизнь одной профессией. Папа был зубной техник. Он закончил на Урале медицинское училище. Потом работал по этой профессии. Практически за три месяца до смерти он оставил свою работу. Никто из моих братьев не пошел по его стопам. Я думаю, может быть, обидно где-то было папе, что каждый избирал свою дорогу. Вот один из моих братьев, он выучился на зубного техника и сидел около отца, работал. И отец смотрел на эту работу. Говорит, сынок, руки у тебя к этому не лежат. Друзья, вы когда-нибудь встречали, когда что-то делает человек, и у него руки к этой работе не лежат? И качество работы такое же будет. Потому что сердце не там. Желания, возможно, не было. Меня тоже отучили. Три года я ездил, но я ни одного костюма за жизнь, как я говорил, не пошил. Сердце не лежало и не лежит. Я не там, не тот. Я не по этой профессии должен был работать. Но так надо было тогда. Поэтому нужно желание. Это нужно желание, братья и сестры. Обязательно. Иисус говорит, что я учитель, и Господь, и вы правильно делаете, что меня так называете. А если Иисус что-то говорит, то это очень важно. И мы должны каждое слово его впитывать. Мы должны жить этим. Потому что в этих словах жизнь наша. В этих словах сила для победы. В этих словах. В этих словах жизненные важные элементы для нас. В этих словах Иисуса Христа. Мы прочитали с вами эту историю. Эта история об одном человеке, впоследствии который стал учеником Иисуса Христа. Имя ему Матфея. Это имя означает дарованный Богом. Дарованный Богом. В этом тексте, когда Лука описывает эту историю, он говорит, что это был Левий. Марк говорит, что это был Левий Алфеев. Сам Матфеев в своем Евангелии называет себя по имени. Что это я, Матфей. Что это со мной Иисус имел этот разговор. Что это он меня позвал. И сказал, следуй за мной. Он относился к категории людей, друзья, которых не уважали люди. Почему? Потому что он сидел у сбора пошлин. Все то, что имеет отношение к деньгам, очень часто нечисто. Очень часто грязно. Очень часто преступно. Очень часто безнравственно. И вот он был одним из людей, которых называли мытари. Которые работали на римляне. Естественно, он был грешником. Естественно. Этих историй было очень много. Это был один ряд. Такой, знаете, непорядочных грешников. Это один ряд. Их ставили с блудниками, с пьяницами, с прелюбодеями, с людьми, у которых было нехорошее прошлое и настоящее. Может быть, поломанные судьбы, какие-то разрушенные семьи, неуважение в толпе. Это все было у Матфея тоже. Но счастье было в том его, что мимо него проходил Иисус Христос. Он обратил на него свое внимание. За это роптали фарисеи на Христа, что он ест и пьет с мытарями грешниками. И Христос призывает этого человека и говорит, иди, следуй за Мною. Куда пошел Христос? Иисус Христос пошел домой к Матфею. Вот там он сделал, как и Захей, он сделал ему большое угощение. Туда пришло очень много его друзей, знакомых, так сказать, по стилю, образу жизни, породу его занятий. Там собралось очень много таких некачественного элемента. Естественно, фарисеи там не находились, они думали о себе более праведно. Они осуждали за это Христа и его учеников, что он ест и пьет с мытарями грешниками. Но этот Матфей однажды передаст в 11 главе слова Иисуса Христа, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я вас успокою». Сердце Матфея было неспокойным. Сердце Матфея было обременено грехом. Сердце Матфея нуждалось во Христе в исцелении изнутри. Сердце Матфея, оно нуждалось в Боге. И этот Христос стопроцентно Бога человек. Как однажды у Иерихона, сидя, позвал Артемея, позовите его, позвал Матфея. Что означает, друзья, слова «следуй за мной»? Что означает слова «следуй за мной»? Это не впереди Христа. И это даже не рядом со Христом. А это за Христом. Люди, которые имеют семью, особенно женщины, они должны прекрасно понимать это состояние. Что означает быть за мужем? Не впереди мужа. Проблема очень многих конфликтов в семье. Что женщина старается стать впереди мужа. Иногда женщина старается стать рядом с мужем. Но положение такое Бог определил. Самое прекрасное, благословенное, счастливое, ее положение – это встать за мужа. Вот там безопасное место ее. Вот там ее место. Бог поставлено. Поэтому «следуй за мною» – это, Матфей, не идите впереди, не опережать меня. Это идти за мной четко, идти за мной след в след. Вот почему Петр говорит, мы призваны им идти по следам Его, след за Христом. А что означает идти по следам Его, братья и сестры? Это не только делать и жить так, как Христос, но это быть и готовым пойти на жертву такую, как сделал Христос. Он доказал нам свою любовь, что Он умер за нас. Как многие сегодня люди, встав на этот путь, они представляют себе не такое христианство. Они представляют легкое христианство. Поэтому я должен разочаровать абсолютно всех, что христианство – это не легкая прогулка. Христианство – это не отдых, это не катера, не круизы, это не прогулки по парку. Христианство – это огромный тяжелый труд следования за Христом каждый день. Поэтому «следуй за мною» – это одновременно и призыв, и одновременно появление. Знаете, друзья, «следуй за мной» – это означает, что эти вещи должны поделиться на две категории. На теорию и на практику. Что здесь теория? В этих словах «следуй за мной». Куда я иду, иди ты за мной. Слушай все то, что я говорю. Учись у меня. Хватай, налетуй, перенимай. Вот это все теория. А потом приходит момент, когда все то, чему ты научился, тебе приходится это делать самому уже на практике. Вот так происходит процесс ученичества, друзья. Когда сначала ученик смотрит, потом он это делает вместе с учителем, а потом учитель отходит в сторону и смотрит, как тоже делает это уже ученик. Когда уже можно ему доверить, когда можно его уже отпустить, когда он вырастет потом до такого состояния, когда он сможет уже и кого-то научить. Вот цель ученичества. Вот почему Христос избрал их. Он хотел их чему-то научить, чтобы потом, когда его не станет, он определенное время находился с ними. С ними, с ними, с ними. Они видели, слышали, перенимали. Потом он их посылал подвое на служение. А потом, когда Христа во плоти не стало, апостолы вышли, как из-под поля, можно сказать, на фронт. И делали уже сами, силой Христа. Какая цель у Христа? Цель у Христа была этих людей сделать своими учениками. А это, мы сказали, требует огромного терпения и огромной любви. Это дело не одного года, это дело не одного дня, но оно этого стоит. Если мы принимаем решение идти за Христом, каждый вспоминаете, да? Каждый вспоминайте для себя, друзья, какова была цель? Какова была цель, что вы решились однажды пойти за Христом? Какова цель? Почему вы это сделали? Когда вы читаете книгу Исаии, в первой главе, Господь поднимает этот вопрос. Когда вы приходите во дворы Мои, кто заставляет вас это делать? Какова цель того, что вы делаете? Какова цель, что вы приходите являться пред Мое лицо? Какова цель, что вы захотели связать свою жизнь со Мной? Каковы ваши мотивы? Что вам и движет? Что вы хотите от Меня? И этот призыв не толпе, потому что это призыв лично, персонально, тебе и мне. Братья и сестры, этот призыв следует со Мной, он лично тебе и лично мне. Потому что Христос не спасает семьей, не спасает родством, не спасает колхозом, не спасает даже каком-то огромным количеством людей. И Иисус спасает персонально, лично каждого человека. Лично, персонально, каждого человека, которого Он знает по имени. Это цель Христа – сделать из тебя своего ученика. Вот почему первая заповедь начинается следующими словами. «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем». Если причиной твоего следования за Христом не является глубокая любовь ко Христу, друзья, все остальное – это ложного, неправильного. Это неправильная мотивация следования за Иисусом. Если причиной твоего следования за Христом не является глубокая личная привязанность к Иисусу и твоя любовь к Нему за Голгофский крест, все остальное – это неправильная мотивация. И люди, когда идут в церковь, они должны понимать, почему они туда идут, что их туда тянет, что их связывает с этими людьми, с этим обществом, с этим телом, с этой семьей, что нас связывает со Христом. Мы должны это четко для себя понимать, потому что Он первый и последний. Он единственный и неповторимый. Он есть истина, только Он, в Нем, больше ни в ком. Это моя цель. Это моя цель – Его любить только одного в жизни и принадлежать Ему. Более того, Он является моим личным спасителем. Не спасителем соседа или родственника, Он является моим личным спасителем и мой ответ, моей любви, моего сердца – это знак огромной благодарности Богу за то, что Он совершил через Христа для меня на кресте. Второй момент. Какова моя цель? Почему я иду за Христом? Она озвучена в первом послании Коринфянам. Павел пишет в 9 главе 23 текстом. Посмотрите. «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Скажите, верующие люди, это тревожит ваше и мое сердце? В ожидании Господа. Павел говорит, «Я связываю свою жизнь со Христом, потому что я хочу быть соучастником Евангелия». А что значит Евангелие? Это передача благой, доброй вести людям этого мира, который не знает Христа. «Я хочу быть частью этого», Павел говорит. Это значит стать активным участником, друзья, в деле спасения людей. А ведь это же была идея Христа. Это же была идея Христа. «Сделай то же кому-то, что однажды кто-то сделал тебе». Вы помните человека, через которого вы пришли ко Христу? Кто это был? Отец, мать, сосед, знакомый, сотрудник по работе. Это был радиопроповедник, который вы услышали по радио. Человек, который впервые вам рассказал о Христе. А ведь у остальных других людей в этого мира тоже должен появиться человек, который однажды ему расскажет о Христе. Как хорошо, если этими людьми станем мы. И Павел говорит, «Я хочу быть соучастником Евангелия». Братья и сестры, это очень условно. Это очень условно. Более того, апостол Петр говорит, что «Я хочу быть соучастником славы Божьей, небесной славы». Он говорит, «Пастырей ваших умоляю я, соучастник страданий и славы, которая должна открыться». Петр видел уже глазами веры то, что Бог обещал своим избранным, своей церкви, своим ученикам, своим детям. Петр это видел уже. И он говорит, «Я хочу там быть». Но это условно. Если только с ним страдаем здесь, на этой земле, чтобы с ним и прославиться. Итак, друзья, очень коротко я хочу сейчас озвучить пять условий нашего следования за Христом. А каждый из нас, будучи верующим человеком, должен теперь повернуться назад, промотать эту ленту вашего пути за Христом и сделать для себя проверку. Потому что от этого зависит, братья и сестры, от этого зависит вопрос судилища Христова. От этого зависит, какими мы станем там, с чем мы там станем, на судилище Христовом. Как мы будем смотреть Иисусу в глаза? От этого зависит. Поэтому мы сейчас должны протестировать себя на основании Писания и посмотреть. Иисус озвучивает свои условия следования за ним. И этот же евангелист Матфей, которого позвал Иисус Христос, и сказал ему, следуй за мной, он напишет в 16 главе своего Евангелия, 24 текст. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мной. Если кто хочет идти за мной. Друзья, этот текст очень четко показывает, что Иисус Христос никого с силой не принуждает идти за ним. У Бога, который обладает все силы, абсолютной властью, Он может заставить человека пойти за ним. Может. Ему это ничего не стоит. Но Бог не хочет этого делать. Потому что Он ищет добровольцев. Он ищет тех людей, которые хотят пойти за ним. А это значит, что эти люди будут готовы на все, даже на смерть, доверяя свою жизнь Христу. Вот таких людей Бог ищет. Добровольцев. Не тех, которых заставили, не тех, которых притащили, не тех, которых покрестили, а тех, которые от всего сердца, возлюбив Его, дали Ему это согласие пойти за ним. когда Ревеку спросили, пойдешь ли ты с этим человеком, она сказала, я пойду. Ее не завязали в мешок и не дали Елеазару, и он не повесил ее на верблюд и привез ее к Исааку. Ее спросили, ты пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. Это решение внутреннее, добровольное. Она хотела этого. Друзья, решение легко принимать или нет? Каждый вспоминайте свое обращение, свое посвящение Богу и свои обещания Богу. Есть очень легкомысленные решения, ну, например, Петр скажет Иисусу Христу, я за тобой, Господи, на смерть, в темницу. Что ему Иисус скажет? Петр этой ночью прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Юноша приходит и говорит Христу, а я пойду за тобой туда, Иисус, куда ты не пойдешь? Я пойду за тобой. Серьезно? И Христос, когда прощупал его, когда его протестировал и докопался до того, в чем его сердце было привязано, юноша отошел с печалью от Иисуса. Почему? Потому что у него было большое имение, он не готов. Он не готов был все оставить, все бросить и пойти за Христом. Не готов был, друзья, на это. А это очень нужно. И когда вы читаете притчу о сеятеле, каменистая почва, я так, так всегда к ней возвращаюсь. Знаете, почему? Потому что эти люди уверовали. И эти люди пошли за Христом. Бегом, давай, вперед. Все, вот такое христианство для них, легкое, поверхностное, радостное, прекрасное. Все, под прыжку, они пошли за Иисусом. Что случилось в их жизни? Началось гонение за слово. Началась тестироваться их вера, их устойчивость в бою. Их корни начали проверяться. И так как они не имели корня, очень были слабенькие, хиленькие, они не хотели укорениться во Христе, они отпали. Они пошли за Иисусом, они уверовали в Него, но они сошли с этой дистанции. Почему? Корня не было. Не утвердились во Христе. Друзья, следовать за Иисусом Христом это добровольное решение и это отвергнуть себя. Что это значит? Что это значит? Каждый должен понимать, что есть определенные последствия. Когда человек принимает решение, он должен взвесить, он должен сесть, он должен решить, он должен посмотреть. Писание об этом очень четко говорит. Даже имеешь башню, хочешь построить что-то, имеешь деньги, хочешь построить какую-то башню, какое-то помещение, какой-то бизнес, сядь. Успокойся. Успокойся, сядь и посмотри, есть у тебя нужное, что для того, чтобы... Когда человек принимает решение идти за Иисусом, сядь. Не спеши. И вроде бы к покаянии нужно спешить, сядь. Не спеши. Почему? Бог не благоволит к глупым. А в чем глупость проявляется? Когда ты бегом языком наговорил, когда ты Христу наобещал очень много, да? А потом смотришь и не сделал, и не сделал, и не сделал, и не выполнил, и там предал Христа, и там неверность к Христу, и там спотыкнулся, и там упал, а наговорил столько много. А когда пришло испытание того, что ты говорил, оказалось мыльный пузырь. Вот почему сядь, успокойся, взвесь все, обдумай, стезю для ноги твоей, а потом включай твой язык, и говори, Господи, я все понимаю, я понимаю, что тот путь, на который ты меня зовешь, это не цветочки. Потому что я смотрю на твою историю, я смотрю на то, каким путем ты прошел, и я понимаю, на что я иду. Я понимаю, на что я должен быть готов. Господь, я понимаю это, и только понимая это, и смотря на тебя, я соглашаюсь пойти тем же путем, которым ты прошел. А что значит отвергни себя, Христос сказал. Это первое условие, которое он поставил. У каждого из нас есть свое такое, мы говорим, яшечка, который там желает, царствовать на троне. Но, друзья, должен прийти момент в жизни человека, должно произойти смена хозяина, а потом он должен сказать, а теперь не я живу. Не я. И Павел говорит, не я живу, но живет во мне кто? Христос. Что это значит? А это значит, что при моих желаниях, при моих интересах, при наличии моей воли, моих хотений, я жертвую этим всем, я отставляю это все, я отказываюсь от этого всего для того, чтобы дать место Христу. Почему? Потому что, когда он царь на троне, это жизнь. Все остальное нельзя назвать жизнью. Отвергнись себя. Это твоих интересов больше нет. Это твоя воля подчинена его воле. И ты начинаешь теперь не себе угождать, не людям угождать, а думаешь, как же мне угодить моему военачальнику, моему Христу. И вроде бы ты есть, физически ты есть, но внутренность твоя сломлена и подчинена Богу. И до тех пор, пока это не произойдет. Друзья, в последние дни мы рассуждаем очень много о гордости. В семьях, на встречах разных, где мы бываем, с разными людьми, и мы говорим о том, что гордость не гнется. А гордость ломается. Гордость нельзя нагнуть. Гордость нужно сломить. Вот почему Бог против этих людей. И Павел сказал, что не я живу, а живет во мне Христос. Это значит, друзья, что это признание полной, безоговорочной моей зависимости от лозы. Да, это больно. Да, это сложно. Да, это для плоти неприятно. Но для вечной жизни и для того, чтобы Христос был явлен через нас, это необходимо жизненно. Другого пути нет. Наше я, оно хочет царствовать. Хочет. Хочет царствовать. Но нельзя идти за Христом и продолжать жить своей жизнью. Нельзя. Нельзя. Нельзя раздвоенное сердце иметь. Нельзя раздвоенную душу иметь. Нельзя раздвоенное желание иметь. Нельзя называться и не быть. Нельзя. 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 чтобы была полная гармония. Потому что это не путь за Христом, а это путь за своими желаниями и амбициями. Я считаю, что это самая главная проблема, братья и сестры, и причина безуспешной, неплодоносной жизни для Христа тогда, когда не сместилось наше я с нашего трона. Христос не может царствовать. Христос не может властвовать там. Христос не может волю свою являть. Потому что мы на троне. Иисус сказал, если хочешь идти за мной, первое, что ты должен сделать, откажись от себя. И вот тот, кто готов на это, он может быть учеником Иисуса Христа. По-настоящему. Он может быть учеником Иисуса Христа. А Иисус был в своем решении, друзья, готов исполнить волю Отца до смерти и смерти на кресте. Хочу одно заметить, что эта смерть на кресте Христа была незаслуженной. И если мы в своем решении не готовы пойти за Христа на крест, мы не можем быть Его учениками. Братья и сестры, я говорю это себе. Я говорю это каждому из вас. Если мы в своем решении не готовы пойти за Христа на крест, мы не готовы быть Его учениками. Я дал вам пример. Гнали меня, будут гнать и вас. Некоторые люди, они готовы пойти за Христом только до тайной вечери. Некоторые люди готовы пойти за Христом, как Петр, до двора Каиафы. А некоторые люди готовы пойти, как женщины, например, до Голгофы, до гроба даже Христа. но вот на крест. Это вопрос. Вопрос. Потому несение своего креста, оно выражается, друзья, в нашей готовности пойти на смерть за и ради Христа. Вот это второе условие, о котором сказал Христос. Не только отвергни себя, но возьми свой крест. Знаете, некоторые люди думают, что крест это моя такая плохая жена, которую я себе выбрал. Я вот несу этот крест и вот несу уже много лет, уже 30 лет в браке, и я несу этот крест, это мой крест. Ну, может и твой крест. То, что выбрал, то имеешь. Правильно? Каждый выбирает себе то, что он хочет. Но с другой стороны, братья и сестры, это не только вот эти, ну, стоны, как я говорю, что у меня такие непослушные дети, это мой крест, что у меня не хватает здоровья, я, может быть, инвалид, я вот несу свой крест, или каких-то у меня нет жилищных условий, у меня низкая там зарплата, я вот такой неудачник, ничего не умею. Но с другой стороны, друзья, взять крест, это войти в чужую боль. Вам когда-нибудь приходилось это в жизни делать? Это в чью-то судьбу войти, в чьи-то страдания. Разделить эту ношу. Вот почему Павел говорит, носите бремена друг друга. Входите в чужие страдания, входите в чужую боль. И это будет крестом, который вы будете нести, лично вашим крестом. Потому что очень многих людей, кроме их самих, больше никто не интересует. Они живут по принципу «моя хата с краю, там хоть все гори синим пламя, ничего, никого не знаю». Вокруг столько беды. И взять свой крест, это войти в чужую боль и подставить свое плечо, разделить. Это отодвинуть все свое на задний план, отказаться от своих интересов. Это сосредоточиться на исполнении Божьей воли и быть готовым пойти за Христа, как я сказал, на незаслуженную смерть. Почему незаслуженную? Потому что Иисус Христос ничего достойного смерти не сделал. Друзья, Иисус смерти не заслужил. Заслужили смерти мы. И Иисус не заслужил смерти, на кресте тем более. Эта смерть была незаслуженной. Вот почему Иисус Христос говорит, что возьми свой крест. Возьми свой крест и следуй за мной. Следуй за мной. Еще один условие, которое Иисус Христос говорит здесь, в этой истории, которую мы прочитали, это послушание. Он встал, написано за Матфея, и пошел. Скажите, все люди вставали, когда Христос им что-то говорил? Нет. Все люди готовы были пойти за Иисусом? Нет. Как много разочарованных уходило от Христа. Как много неспасенных уходило от Христа. Как много бедных, непрощенных уходило от Христа. Почему? Это был их выбор. Они не хотели и не готовы были. А вот те, кто искали Его, те, кто хотели Его, они с сердцем слышали это повеление. Встань и ходи. Больше не греши. И когда Христос позвал Матфея, сказал, следуй за мной. Матфей встал, написано, и пошел. Когда это возможно, братья и сестры? Когда возможно это? Я вам скажу, когда. Мы иногда думаем, почему наши дети не слушают нас? Что мы плохие родители? Что мы плохо учим? Есть определенное влияние со стороны, которое очень часто, возможно, оказывается сильнее. Влияние сверстника, влияние друзей, влияние компаний, влияние этого мира, влияние философии этого мира. И смотришь, твой ребенок начинает так мыслить, так поступать. И вот что-то отец ему говорит. А он пропустил мимо ушей, как будто это пустое место. Ты вау! Не понял. Знаете, когда это происходит? Знаете, когда дети не слушают своих родителей? Вот так тупо, нагло, жестоко. Это когда они отца абсолютно не уважают. Когда отец для них абсолютно не авторитет. Скажите, если для вас человек, который вам что-то говорит, вы его не уважаете, и он для вас не авторитет, скажите, хоть одно слово, то, что он вам говорит, оно будет иметь весь смысл в вашей жизни? Никогда. Вот это точно мы можем применить сейчас к Богу. Друзья, если человек не имеет Бога в авторитете, если человек не уважает Бога, то все, что Бог говорит, для него не имеет никакого смысла. Почему? Автора он не уважает. Автор для него никто, пустое место для него не авторитет. И это фараоны, которые задают вопрос, кто такой Бог? чтобы мне слушаться Его. Друзья, вот когда мы делаем то, что нам говорят дома, на работе, в церкви, и проявляем послушание, это признак прекрасного ученика, Христова ученика. Нельзя идти за Христом, братья и сестры, нельзя идти за Христом и не делать того, что говорит Христос. Нельзя. Это твой путь, личный путь, но не Божий путь. Нельзя. Вот почему Иисус говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорю. Правда? Интересно. Правда? Правда очень интересно. Как так может быть? А так может быть. И так есть. Он придет. Папочка, я тебя так люблю. Там тебя обнял. Сынок, папа тебе сказал раз, два, три, четыре, и ты не послушал то, что сказал Отец. Зачем мне твои поцелуи? Это поцелуи Иуды. Зачем мне твои поцелуйки? Зачем мне твои признания в любви? Иисус говорит, любите Меня, что сделаете? Соблюдите Мои заповеди. Другими словами, проявляй послушание. Вот смотри, я сказал тебе, делай. Где сейчас Иисус? Мы говорим, Иисус вознесся на небеса. Духом Святым Он живет в сердце каждого верующего. Что оставил Христос на земле, когда уходил? Он оставил свои заповеди. Иисус оставил список нам. Иисус, друзья, оставил нам список. Я помню, у меня один из моих родственников помогал мне. И мне пришлось улететь на неделю. Я написал ему 30 пунктов, что надо было, чтобы сделать постройки, по реманду, надо было сделать в доме, пока я вернусь. И как приятно было, что из 30 по каким-то, может быть, моим там недоработкам, недочетам, одно что-то было неисполнено. Друзья, приятно? Приятно. Скажите, когда Бог на нас смотрит, и когда Он о чем-то нас просит, когда Он говорит, что заповеди мои не тяжелые, это реальность, это не фантастика, они под силу тебе, они не тяжелые, потому я возлагаю на вас мое иго, которое вы можете понести. И когда мы послушны Христу, то блажен тот раб, которого Господин его, придя, что сделает? найдет поступающим так, как? Вот как список он получил, вот так делай, как Христос тебе сказал. Что это означает? Это означает послушание. Это еще одно из условий, которые Бог возлагает на нас. Без послушания никак. Нельзя тупо делать самому себе то, что тебе вздумается. Нельзя, потому что у нас есть образец, и у нас есть явление Божьей воли в Его слове. Это Его заповеди. Любишь Христа, признаешься Ему в любви, исполняй то, что Он тебе говорил. Все. Много не надо. Просто делай. И в этом твое благословение. В этом твое счастье. В этом твоя награда на небесах. В этом послушание Христу и Его слову. Еще один момент, друзья. Мы будем сейчас молиться. Одно из условий, которое надо идти, обязательно надо, чтобы идти за Христом, это доверие Богу. Мы не можем приметить за Иисусом, не доверяя Ему. В Писании сказано, в книге числа, что Бог не человек, чтобы Ему лгать. Так написано. Кого обманул Бог? Я хотел бы спросить. Кого однажды, хоть в истории, обманул Бог? Никого. Почему? Да потому, что Он не человек. А что это значит? Он Бог. А это значит, Он абсолют святости и безгрешности. Бог не может в принципе лгать. Не потому, что Он не хочет лгать. А потому, что Он не может в связи со своей природой, которая является святостью, Бог не говорит неправды. В Нем нет неправды. Ни одной клетки, ни одного атома неправды в Боге нет. Он не человек, чтобы им лгать. И если ты решил пойти за Христом, ты должен упасть в Его руки. А что это значит? Это значит, Бог контролирует все. Бог контролирует все. И все обстоятельства твоей жизни Он знает. Он допускает их. И Он хочет, чтобы проходя через эти обстоятельства, Он говорит, Боже, страшно! Не могу! Упаду! Не устаю! Я держу тебя! Я помогу тебе! Я вразумлю тебя! Я наставлю тебя! Не бойся! Друзья, вот это дает нам уверенность в нашем следовании за Христом. Абсолютное, полное доверие Богу. Он контроль держит над всем. А над эпидемиями, над болезнями, над гриппами, над всем Бог держит всем контроль. Свой контроль. И если мы доверяем Богу, и даже если Бог допускает что-то в нашей жизни, скажите, Он делает ошибку? Нет. Он испытывает нас. на предмет нашего доверия Ему. Нельзя. Нельзя следовать за Христом и не доверять Богу. Нельзя что-то прятать себе. Нельзя что-то таить от Христа. Нельзя. Нужно быть честным, открытым и искренним. Упади в руки Христа, доверь Ему свою жизнь, слушай Его голос и куда Он пойдет. Иди за Ним. Я хочу, чтобы мы ленту нашей жизни возвращали назад. Последний момент, на который хочу обратить внимание. Доверие, оно приходит со временем. И из робких учеников Христос Судян на небо потом сделает мужественных, отличных воинов Христа, своих апостолов, которые готовы будут потом повторить путь Иисуса Христа. И последний момент, друзья. Если кто хочет пойти за Христом, он должен положить себя на жертвенник. Что это значит? Это значит проявить Богу посвященность. Другими словами, оказать Христу верность. Бог такими людьми ценит. Бог таких людей ищет. Бог любит таких людей. Я думаю, что и вы любите таких людей. И вы хотите быть такими людьми. И каждое утро, просыпаясь, вы себе говорите, я сегодня решаю в своем сердце быть верным Богу, быть верным своей семье, быть верным принципам Евангелия и идти за Христом. Друзья, без посвященности никак. Без посвященности никак. Бог благословляет таких людей. Итак, друзья, дня к молитве. О чем мы помолимся? Мы, исследуя нашу жизнь, должны посмотреть. Вот я пошел за Иисусом. Вот с тех пор, до сегодняшнего момента, я как ученик вырос, как тот, кто пошел за Иисусом, Бог доволен мной. Я стал учеником Христа. Я могу теперь поделиться этим и передать это людям, которые соприкасаются со мной. Или меня нужно кормить сосочкой, бутылочкой. До сих пор кормить, 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 кормить. А я не расту, не расту, не расту и не расту. А мой характер, как был со мной, так и остается. И я не меняюсь ни 10, ни 20, ни 30, ни 40 лет. И это не шуточки теперь уже. Бог дает жизнь, чтобы нас изменять. Изнутри изменять. Итак, друзья, отвергни себя. Первое условие. Второе условие. Христос говорит, возьми свой крест и иди за мной. Тогда сможешь быть моим учеником. Третий момент. Это послушание полное наше Богу. Четвертое, это наше доверие Богу. И последнее, это наша посвященность. Итак, следование за Христом, друзья, это условные вещи. Почему условные? Потому что так сказал Господь наш. Если, кто хочет идти за мной. Понятно? Это условные вещи. Бог не принуждает, но Бог призывает. Бог не заставляет, но с одной стороны Бог и повелевает, чтобы люди покаялись. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. А это то, что реально выполнимо. Это то, друзья, что определяет тебя как ученика Иисуса Христа. Это выражение твоей любви к Богу. Итак, следуй за мной всегда, следуй за мной везде и следуй за мной до конца. Пусть нам Бог всем в этом поможет. Давайте мы помолимся. Аминь. Аминь.